Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о тех методах и способах борьбы с вредителями и некоторыми болезнями растений, которые до сих пор практикуются в Кении, в Африке. Это связано с тем, что население Кении, особенно в деревнях, в каких-то маленьких городах, не имеет доступа к современным средствам защиты растений, тем более химически синтезированных. О биологических средствах защиты растений, современных, на основе микробов, каких-то грибов, бактерий, они даже и не слыхали. Поэтому им приходится использовать методы, которые как-то эмпирически, на опыте подтвердили свою эффективность. Вообще, крупнотоварное производство в Кении сельскохозяйственной продукции развито довольно слабо. Очень много овощей, каких-то продуктов растеневодства выращиваются в частном секторе и очень много выращивается для непосредственно собственного потребления, даже не для продажи. И вот, конечно же, здесь, как и в умеренной зоне, они очень часто встречаются с проблемами, повреждениями растений и болезнями, и вредителями. Неудивительно, что в отсутствие доступа к химически синтезированным инсектицидам и вообще пестицидам в целом, простым кенийцам приходится прибегать к таким более старым методам контроля вредителей и болезней. Ну, в первую очередь, о вредителях, конечно, речь. Конечно же, они прибегают к так называемой фитотерапии, можно сказать. То есть, они начинают искать растения, которые обладают сильным инсектицидным, бактерицидным эффектом для того, чтобы бороться с наиболее распространенными вредителями и болезнями. Хоть у меня было и немного времени для общения с простыми кенийцами, тем более с теми, которые выращивают растения, однако даже беглое знакомство с их местными технологиями выращивания привели меня к тому, что кенийцы в настоящее время часто используют интродуцированные растения. Вот, например, я вам сейчас показываю австралийское чайное дерево. Это растение, которое обладает сильными антисептическими и инсектицидными свойствами. Масло чайного дерева достаточно хорошо известно. Поэтому это растение довольно широко интродуцировано в Кении, растет повсеместно в городах, населенных пунктах. И кенийцы с удовольствием используют ресурсы этого растения, обрывают вот эти вот молодые приросты для того, чтобы делать из них отвары и использовать в качестве средства для защиты растений от целого комплекса болезней и вредителей. Вторым излюбленным растением, также интродуцированным в кенийскую флору, является эвкалипт. Эвкалипт растет в Кении повсеместно, очень широко распространен. Он используется здесь и как лекарственное растение, и как растение с инсектицидными и бактерицидными фунгицидными свойствами, в том числе для защиты растений. Такие способы борьбы с заболеваниями растений нельзя назвать какими-то оригинальными. Достаточно даже вспомнить, что те же перитроидные препараты, такие как каротейн, тавир и другие, они берут свое начало от долматской ромашки или перетрома девичьего, который в большом количестве содержит вот эти естественные перитроиды. Многие не очень знающие блогеры, слыша название долматская ромашка, начинают советовать использование аптечной ромашки в качестве средства от различных заболеваний растений, тем более вредителей. Однако же перитроидов в обыкновенной ромашке, аптечной ромашке, можно сказать, что и вовсе нету. Нету там и сильных антисептических каких-то компонентов. На самом деле лечебный эффект аптечной ромашки обусловлен совершенно другим классом веществ. Это азуленовые производные, которые обладают сильным противовоспалительным эффектом, благодаря чему лечат многие заболевания человека. Поэтому не попадайтесь на эту удочку и не используйте, не скупайте аптечную ромашку в аптеке для того, чтобы готовить какие-то препараты для защиты растений. Ну а возвращаясь к инсектицидным растениям, тоже надо вспомнить, конечно, и о табаке, который содержит никотины, никотиновые производные, а именно от них и пошли неоникотиноидные препараты, которые сейчас уже во многих странах, Европе, Германии запрещены, потому что пчелы очень сильно страдают от этого. Но у нас еще они разрешены даже для использования в подсобных личных хозяйствах. Поэтому в том, чтобы использовать какие-то растения, обладающие химическими компонентами, действующими губительно на насекомых вредителей, в этом нет ничего удивительного. Другое дело, что эмпирический опыт, который показывает, что, например, на одно растение, вот все растения поражены цикадкой, а одно растение не поражено цикадкой, значит, его можно как-то экстрагировать, сделать какой-то отвар и обработать растение. Этот метод на самом деле достаточно рискован и не очень продуктивен, потому что механизмов защиты растений от вредителей может быть множество, в том числе, например, толстая кутикула, какая-то поверхность, покрытая сильным восковым налетом и так далее. То есть обуславливается такая устойчивость к вредителям не химическими компонентами, а какими-то физическими препятствиями для заселения вот этими вредителями данного растения. Поэтому любое растение, которое не повреждается насекомыми, не факт, что оно еще будет источником каких-то инсектицидных активных веществ для борьбы с болезнями и вредителями растений. Безусловно, подобного рода методы не будут эффективны на больших площадях, в крупнотоварном производстве, там, где имеется очень большая монокультура, там, где условия для развития болезней и вредителей являются оптимальными. Однако на небольших площадях все эти методы действительно работают. Поэтому стоит вспомнить о том, что и наши растения умеренной зоны, многие растения, особенно те, которые мы называем сорняками, сорными, особенно такие злостные иногда сорняки, обладают вот такой вот хорошей, мощной способностью противостоять различным болезням и вредителям растений. Достаточно вспомнить о таких растениях, как одуванчик, крапива, лопух. Они содержат в своем составе целый комплекс веществ, которые обладают не только фитостимулирующим, но и инсектицидным и защищающим растения от болезней действием. Как правило, 1 литр измельченного сырого сырья, это листья и черешки лопуха вместе с корнем, все части одуванчика, листья и стебли крапивы, они измельчаются и завариваются примерно в 5-6 литрах воды. После процеживания настой этот разводится до 10 литров воды, добавляется 100-150 грамм хозяйственного или зеленого мыла, и проводится обработка от ли и трипса и многих других вредителей, даже включая всевозможных гусениц. Поэтому не стоит сразу же прибегать к тяжелой химии, химическим средствам защиты растений, а стоит попробовать сперва именно эти способы борьбы. Ну, конечно же, и лук сюда, и чеснок подходит, имеется множество рецептов. Просто иногда в какой-то рекламе, может быть, суете мы забываем о том, что эти методы есть, эти методы работают, они эффективны, и их стоит обязательно использовать у себя на участке, по крайней мере, как препараты такой первой волны борьбы с болезнями и вредителями, а борьба эта наступит уже совсем скоро. Как правило, май месяц является тем периодом, когда тля и другие вредители уже делают попытки к атакам на наши растения. Что ж, мы будем в полной боевой готовности, переймем опыт кенийских простых людей и мелких фермеров, и вспомним о том, что и сорняки тоже могут быть очень и очень полезны на нашем участке. Поэтому, возможно, вы не будете уже так критично относиться к одуванчикам, к репеве на своем огороде, а, в общем, будете им рады, потому что они станут хорошим источником для приготовления средств, для борьбы с болезнями и вредителями растений. Но надо обязательно помнить, что когда вы используете подобного рода способы борьбы с болезнями, то, во-первых, такие средства лучше использовать для профилактики, а не только для борьбы, а, во-вторых, их надо использовать достаточно регулярно. То есть, примерно каждые 7-10 дней необходимо проводить подобного рода обработки. В этом случае вы будете иметь определенные гарантии того, что болезни и вредители к вам не придут. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!